Всё больше регионов возобновляют работу волонтёрских штабов. Из-за стремительного распространения штамма «Омикрон» в ряде территорий вводятся новые ограничения. Увеличивается нагрузка на врачей и медперсонал. На сегодняшний день у нас есть 18 бригад, из которых врачи и средний медперсонал. Из волонтёрских у нас на разнос лекарственных средств 6 человек выехало. И плюс у нас ещё работают в колл-центре и в телемедицине студенты и из других организаций волонтёры. То есть, примерно количество сейчас у нас волонтёров, около 20 человек работают. Спасибо, что они у нас хоть и есть волонтёры. Врачи напоминают, что с симптомами ОРВИ при подозрении на ковид не следует самостоятельно добираться до поликлиник. Необходимо вызвать врача на дом, и уже врач возьмёт ПЦР-анализы. И при необходимости откроют больничный лист. Бывают случаи, когда врачи приезжают на вызов, а больные куда-то ушли. Такие выезды отнимают время у других пациентов. В первую очередь обслуживаются лица старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Лекарства бесплатные получают все, вне зависимости от степени тяжести пациента, получают все лекарственные средства. На курс лечения от 5 дней начинается курс лечения. То есть, на 5 дней выдаются лекарства. В первую очередь, конечно, у нас мы выдаём коронавир препарат, да, то есть вафиперавир. Вот, он в 200 миллиграмм применяется по схеме лечения есть. То есть, каждому пациенту мы при вызове выдаём схему лечения и объясняем, как нужно принимать препарат. Потому что там схема существует лечения. Поэтому для пациентов старше 60 лет с хроническими заболеваниями и которые ближе к средней степени, выдаётся коронавир. Те пациенты, которые бессимптомные, с лёгкой степенью тяжести, они принимают умифенавир. 200 миллиграмм тоже там на 5 дней курс лечения выдаётся. И дополнительно, смотря по состоянию здоровья, да, то есть там мы выдаём и препараты, такие как разжижающие препараты, да, там и для органов дыхания пульмикор. То есть, но это не для всех даётся. То есть, только пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями. А всем какие? Всем выдаются умифенавир и вафиперавир. В условиях очередной волны коронавируса участники команды молодёжки ОНФ вместе с другими общественными объединениями продолжают оказывать посильную помощь как медикам, так и жителям страны, которые вновь вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Сегодня волонтёры прошли инструктаж врачей и доставили лекарства по восьми адресам. Да, я весь пугался. Да, хотите, давайте медикатруем. Да, да, давайте медикатруем. Спешите. Спешите. Здрасте. А там подробнее уже написаны рекомендации. Команда ОНФ участвует по всей стране по перепрофилированию больниц в ковид-станционары. Также мы помогаем в вакцинации, в пунктах вакцинации и также работаем на колл-центрах станции. Также мы ещё сдаём кровь, антиковидную плазму для акции «Оставайся донором». И мы привозим ещё таблетки для нуждающихся и помогаем одиноким и пожилым людям. Так что, ребята, помогайте, нуждающимся, чем можете. Ну, мне не страшно, потому что, да, я вакцинирован, у меня есть QR-код, всё уже меня допустили к этой работе, так что я готов помогать. Люди, которые болеют, мы приезжаем к ним, пытаемся им поднять настроение, даём им лекарства, чтобы они знали, что они не одни в этом мире. Помощь сегодня требуется прежде всего первичному звену здравоохранения. Исходя из этого, молодёжка ОНФ сейчас направляет свои силы в поликлиники. Добровольцы обеспечивают санитарные фильтры на входах, берут на себя работу в колл-центрах и регистратурах, заполняют медкарты. В колл-центре Республиканского центра медицинской профилактики волонтёры-медики и волонтёры-молодёжки ОНФ работают посменно по 15 человек. На ночной смене остаются только медицинские работники – три человека. Здравствуйте, пожалуйста.